Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать в мое новое видео. И знаете почему оно интересное? Потому что сегодня я перехожу на новую деку. Спустя сколько? Полтора месяца наверное я не менял ни одной деки, катался на своей 38 мм бокси шейп деке. И она мне вообще максимально устраивала, она мне очень нравилась и нравится до сих пор. Она очень удобна, я вообще пробую деки поуже и мне ну не очень заходит. А вот именно 38 мм просто, я вот каким-то образом случайно нашел этот размер идеальный для себя. И что вы думаете? Новая дека также в ширину 38 мм, но она не бокси шейп, попсайкл или нет? Ну обычный шейп, но 38 мм и еще в этой деке более резкий конкейв, чем на моей бокси шейпе 18 мм. Вот столько красоты на моем столе вы можете видеть. Она просто невероятная, посмотрите, ну просто что это за чилл, просто она вот, она очень и очень широкая на самом деле. Она, блин, она выглядит очень круто. Как вы могли заметить, эта дека от ФБК и эта дека тоже от ФБК, потому что ФБК делают такие деки. Я, ну просто, посмотри. Ссылку на магазин ФБК я оставлю в описании. Если ты хочешь себе деку или вот такие вот бордрейлы, которые я сейчас покажу, переходи, покупай. Вот такая дека, у нее вот такой клетчатый стилевый дизайн. Вот такие вот две деки, просто представьте, два кастома на вот таких деках. Вот сюда вот почему-то мне хочется поставить БРТ траки, есть такое желание, или динамики вот широкие. И это будет просто такая бимба, что я не знаю. Также от ФБК у меня есть две пары бордрейл, одни вот такие вот цветные. Ну вот сюда вот они, естественно, не подойдут, потому что, ну, как бы мы стильные, не подойдет. Подойдет вот под такую, под такую расцветку деки. Ну а эти бордрейлы, я просто, я когда увидел в первый раз, я думал, что, что это, это, блин, а что, леденцы? Я не знаю, что это, это лава из Майнкрафта? Это просто, они какие-то рифленые. Как эти бордрейлы будут выглядеть на этой деке? Вот просто... Ах, как круто, офигеть. Просто сейчас соберем, будем кататься. Для начала давайте сразу сравним конкейв. Вот так выглядит конкейв, видно, что он резче на самом деле. Меня, блин, очень радует, что она так же 38 мм в ширину, ни больше, ни меньше. Просто вот буду вот так вот раздавать. Просто сюда поставить динамики и какие-нибудь мини-колеса. Ну это, это стрит-тачка вообще максимально. Я уже горю желанием собрать этот комплит, точнее кастом. Говорю, как вот эта вот лава из Майнкрафта. Прикол в том, что рифтейп немножечко уже, чем эта дека, ну естественно. Поэтому надо придумать, как его красиво наклеить. Итак, наждак я наклеил. Получилось вот так. Еще и наждак толстый такой, вот он в отличие от вот этого. Вот эти наждаки, которые обычные, без принтов, без никакого рисунка. Они прям такие солидные. Ну дека выглядит прям, посмотри, ну прям посмотри на это. Это мощь. Перекручиваю траки со своего фингерборда, ставлю сюда, клею бордрейлы и тестируем эту ракету. Траки прикручены. Теперь вот так выглядит вся эта красота. Просто, просто нереально. Он настолько мощно выглядит со стороны и дека толще, чем вот эта. Но я думаю, в принципе, это заметно. Сейчас попробую сделать Олли. Конкейв тут намного резче, чем здесь. Это вообще практически как плоская доска такая. А вот этот, не знаю, очень интересно выглядит, но мне очень заходит. Действительно, мне очень нравится. Колеса сочетаются с клеточкой, такой бежевый цвет. Итак, Олли. Первая Олли на моей новой деке. Ну удобно, очень удобно. Как кикфлип летит круто! Вот это плавность! Вот что? Охренеть! Я не могу! Это настолько удобно и настолько плавно! Конечно, никто не отменял того, что это очень непривычно. И нужно привыкнуть к этому шейпу. Да и в общем, к этой доске и к весу она немножечко тяжелее. Но как это круто! Давайте Нолли флип. Сам, сам прыгает. Нолли само летит, я в шоке. Щит, мейт! Треха флип. Эта дека от ФБК, она очень приятная! Щелкает! Охренеть! И этот шейп, он очень удобный! Очень удобный! Она большая по ощущениям, она кажется еще большая, но за счет того, что тут резче конкейв. Просто, ну она, блин, очень, 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 очень удобная! Impossible! Резко, за счет конкейва, намного легче делать клюки, оказывается! Мне очень интересно, за счет резкого конкейва, тут намного легче выкидывать кикфлип и закручивать его. Поэтому давайте я попробую сделать один кикфлип, потом дабл и трипл. Трипл кикфлип. What? Один есть. Дабл есть. Почти. Сейчас приклею бордрейлы и будем делать комбо с гриндами. И обкатаем, в общем, эту досочку, попробуем там, тейлслайд и прочие разные гринды. Но ощущения от нее очень кайфовые. Итак, бордрейлы я поставил. Ну просто! Это какой-то алмаз, диамант и скриптонит. Так что, нет такого ко мне, наверное. Первый гринд на моей новой пушечной деке. Итак. О! О! Бордрейлы из Казиат, конечно, сумасшедшие, на самом деле. Классно! Я очень рад, что я собрал вот такую огромную пушку. Просто вот вам на эту камеру еще посмотрите, насколько, насколько она крутая. Но сюда однозначно нужны траки. Какие-то вот по типу там динамиков, чтобы они сюда прям красивые были. Ну и колеса мини подойдут сюда. И у меня будет на боксе шейпе одна сборка и вот вторая вот эта. Но она мясистая, мясистая. Очень крутая. Пиши в комментарии, что думаешь по поводу моего нового фингерборда. Ставь лайк под это видео. И всем спасибо за просмотр. И всем удачи. Пока! На этот канал ты подпишись и лайк поставь и коммент напиши. Фингерборд видосы, самокатные влоги и разный интересный контент. Подписывайся! Я буду очень рад...